здравствуйте мне зовут Светлана я хочу сделать очередное видео на тему психотеррор и психотронное воздействие и так сегодня 26 сентября я нахожусь под психотронным воздействием сталкингом моббингом газлайтингом уже год и 10 месяцев вот почему я сегодня решила сделать очередное видео потому что я в принципе делала очередное видео когда они мне достают как раз сегодня тот случай я легла спать и принципе я прилетела три дня назад из Дубая да там море солнце вот я прекрасно себя чувствую вот я загорела море солнце и вообще принципе здоровье очень хорошее и как бы я не перемерзала все хорошо ли я легла спать и утром я не могла проснуться я просто встаю просыпаюсь от того что от того что тут дрель они опять-таки разбудили меня дрели свои вот и я просто не могу встать потому что очень тяжелая голова глаза слезятся и какая-то тяжесть сердца и знаете какая-то икота икота при том что очень странная то есть я просто икаю икаю я часа три лежала кровати не могла проснуться и не понимала чем дело потом я не могла не уснуть ничего у меня глаза слезятся икота сердце болит и потом до меня вот через три часа я поняла что скорее всего потому что я открыла форточку и мне прям я так задохнула воздухом мне прям я вот в этот момент поняла что это пустили какой-то газ то есть как только я до меня дошло что это какой-то газ то есть меня травит я просто взяла открыла окно и проветривала всю комнату в эту же секунду то есть я до меня дошло что это газ что меня травили глаза газом я открыла окно проветрила комнату через полчаса зашла в эту комнату и вообще принципе я когда встала все таки с кровати пошла в другую комнату я пришла в себя то есть я поняла что то есть момент когда я спала мою комнату пустили какой-то газ или вещество посредством чего было вот это мое состояние значит при пситерроре они применяют не только оружие облучательного типа но и значит травят разными средствами вот как у меня в принципе сегодня то есть газ был без запаха но эффект был как я уже сказала у меня сразу болело сердце начала очень много кладуток тяжесть сердце и икота такая странная икота значит глаза слезились и голова была очень тяжелая я не могла не подумать то есть ни о чем не думал очень было странное состояние вот как я только поняла что это глаз проветриваю комнату все эти симптомы сразу прошли что принципе подтвердило что это было отравление газом то есть мою комнату соседи пускают газ момент то что я наверное пожалела то что я не вызвала газовую службу или какую-то организацию которую могли бы проверить я проветрила эту комнату и теперь я не могу принципе это доказать то что мою комнату пусть пущен был какой-то газ то есть то есть то что меня ночью травили соседи или кто это сделал вопрос очень интересные соседи или кто это сделал посредством чего просто я проветрила комнату и теперь уже принципе если даже вызову какую-то службу уже там сказать что мне кто-то травил наверное уже будет сложно доказать вот так делают и действует психотронная группировка значит у них вчера было плохое настроение они решили вот как бы подтравить меня да у них бывает разное ну вот значит ну и в принципе я так понимаю что раньше мне были такие примерные состояния я понимаю теперь почему то есть это было какие-то отравляющие вещества газ какой-то который они мне пускают периодически вследствие чего я себя очень плохо чувствую естественно моё здоровье как бы ухудшается также я хочу рассказать на тему психотеррора и принципе я вот недавно смотрел видео ролик девушки которая рассказывала о своем случае психотеррора женщина а из пскова по моему да она рассказывала о своем случае психотеррора и она упомянула такую интересную вещь что психотеррор у нее и травли газ лаки газлайтинг моббинг все это началось после того как на ее телефон пришел пришла странная sms значит я когда это услышала я вспомнила свою ситуацию открытой фазы психотеррора то есть это было майами и хочу тоже сказать что открыта фаза мне началась того что на мои два телефона на тот момент мне был iphone там 7 или 8 не помню это было два года назад да вот на iphone и на samsung пришли значит sms какого характера это был sms пришло значит кран красный был экран все было написано английском я не прочитала и вообще принципе не придала этому значению просто удивилась я была в америке говорю что это то есть я тогда на момент было в кафе и не люди американцы сказали этот человек пропал как что-то вот непонятное но при когда в америке пропадает человек там приходит маленькая короткая sms сообщение и говорит что ребенок такой-то такой-то пропал мне пришло совсем другой sms это было большой надпись такая красными буквами и он пищал минут три очень такой сильный гудок это был старт моего психотронного террора то есть на мой телефон пришло бы а то есть какой-то странный sms это на сразу на iphone и спрела на iphone а потом через деньги пришел и на samsung это сообщение то есть вот таким образом и это я хочу отметить то что вот девушка из скоба который рассказывал свои случаи психи террора сталкинга она упоминала об этом sms я вспомнила как раз могу подтвердить что у меня тоже было такой sms приходила на мой телефон так что нужно еще рассказать про сталкинг психотронику принципе я делаю видео очень редко и в тех случаях когда они меня реально допекают вот это как раз сегодняшний случай когда я сегодня проснулась я не могу понять то есть я прекрасно себя чувствую да я там не хороший иммунитет здорово все прекрасно как бы загорала на море было вот я прилетела и если бы там были какие-то симптомы простуды нет это не были симптомы простуд это были странные симптомы как я вам написала я поняла что это был отравляющий газ значит ну что я могу еще нового сказать на тему психи террора принципе наверное уже столько всего сказано что как бы ну конкретно моей ситуации все продолжается плюс минус сталкинг где-то то есть во всем этом сталкинге конечно чувствуется такой человеческий фактор тот кто руководит сталкингом непосредственно в отношении меня ну что я могу сказать иногда у него хорошее настроение он там делать какие-то веселые сталкинге да там музыку соответственно там включает либо еще какие-то смешные штучки иногда у него плохое настроение или как-то он злится на меня и получается ли он или она эта группа не людей значит и они начинают вот меня травить ну принципе после чего что послужило что они начали травить меня принципе они редко к этому прибегают но тем не менее прибегают да вот я выставила в одноклассников а до в одноклассников вчера взяла фотографию владимира владимировича путира и выставила такую надпись типа значит кто кто значит позволил россии проводить психопси террор то есть я написала буковками на фоне фотографии владимира владимировича путина кто позволил россии проводить психопси террор и на чьих руках кровь и муки нелегальных экспериментов вот я выставила эту фотографию потом я так подумала блин но все-таки летают часто за границей наверно лучше уж уберу убрала но и также и там я внизу писала что я заявляю конкретно что по адресу 2 верхнем михаловске дом 4 подъезд 4 город москва значит квартира 120 и выше этажом боковой подъезд данные люди участвуют все террория а значит травле издевательстве также они применяют дрели какие-то стуки они постоянно меня будет непосредственно первоначально они проводили все это из квартиры потом я вызвала два раза полицейских стуки уже начали происходить через дорогу через дорогу то есть уже каком-то через соседний дом то есть они как-то вот так дислоцируется сам таймс иногда вот ну в принципе все что могу сказать также хочу всех кто действительно является потерпевшими говорила и пыталась говорить то есть собрать и сделать значит не заявление групповое заявление люди которые столкнулись с данной проблемой как преследование сталкинг пускай это будет военное преступление пускай это будет масонный пускай будет это кто угодно то что они делают это нелегально поэтому я призываю тех кто реально столкнулся с проблемой психотеррора преследованием сталкингом кто-то пытается читать мысли этот оружие в 2 к кто на себя осуществила радиосон и так далее другие моменты прелести все все террора да я хочу связаться и делать такое то есть объединиться и делать совместное заявление под руководством грамотного юриста и это совместное значит заявление распространять все инстанции вплоть до международный гавский суд началось у меня в америке в америку во все инстанции россии чтобы эти люди мне все равно они масоны президенты воеваю кто там они чем они там не знаю кто они да но тем не менее как бы мне все равно кто они они нарушают мои права я человеку и не надо мне сравнить ни с кошкой не собакой это вы кошки и собаки поняли идиоты так что я призываю всех объединиться сделать групповое заявление и рассылать во все инстанции и доказательства все как бы которые у нас имеются принципе большое доказательство будет только то что разные люди из разных стран говорят одно и то же то что есть группировка которая проводит нелегальные эксперименты ну значит нарушая тем самым все конституционные права и помимо того что вторгается в мозг сознание человека это нелегальный эксперимент вот их им оправдания нет ни про какие обстоятельства если они даже считают меня в чем-то виноваты или такой не такой какой-то как они как они там не знаю как они себя называют белое братство золотой миллиард мне все равно как они себя называют я человек и они нарушают мои права и они должны это прекратить и я буду делать дальше видео и призываю делать групповое заявление всех кто столкнулся с данной проблемой спасибо на сегодня все